День соцработника уже позадим, но неизбывна наша благодарность за труд тех людей, кто изо дня в день заботится о самых уязвимых жителей нашей республики, совершенствует принципы социальной службы и делает наш мир добрей и внимательней. Одна из распространенных разновидностей соцпомощи – одиноким пожилым людям на дому. К обязанностям социальных работников относится постоянный уход за жителями нашей республики, кому сложно самостоятельно обслуживать себя в быту. Да разве что так не видно, разве я могу наклониться куда-то, разве что-то подать сама себе. Они же приходят, я продумываю примерно, что мне надо вот именно, где-то что-то переставить, где-то что-то подать, и тогда всё идёт более-менее. А так, конечно, нужно, это необходимость самая первая. Это ещё спасибо людям, которые работают с соцработниками, потому что с народом работать, как я знаю, это очень тяжело. Елена Литвинова уже практически 9 лет помогает пенсионерам в быту. Что когда-то она будет соцработником, Елена Владимировна даже не предполагала. Всю жизнь она проработала швеёй, а сейчас волею судьбы помогает десятку пожилых людей и ни капли не жалеет о таком повороте событий. Наоборот, считает, что быть соцработником – хоть и сложное, но благодарное дело. Мне нравится общение, мне нравятся люди, мне нравятся пожилые люди. Я много от них беру, они много знают, и я много от них беру. Я у них спрашиваю совет, они много мне советуют. Что-то они у меня спрашивают, я тоже, что я знаю, я тоже советую им. И это очень благодарная работа, потому что с пожилыми людьми очень интересно работать. Они очень благодарные люди. Помимо помощи по дому, к пенсионерам систематически наведываются медики. Выполнить самые необходимые врачебные манипуляции, убедиться, что всё в порядке, а в сложных ситуациях обеспечить госпитализацию – их прямая обязанность. Причём они стараются посещать подопечных таким образом, что те оставались без внимания как можно реже. В первую очередь меряем давление, температуру тела, анализы. Если нужно какие-то, мы вызываем на дом. Ну, вот такие в данном случае, если люди, мы вызываем на дом. Если нужно, мы госпитализируем больных, помогаем им. Вот после инсультной больной у нас есть, мы с ними проводим профилактические мероприятия. Там у них есть тренажёры, мы помогаем им в этом. Также получаем лекарства бесплатные для кого-то, кому-то в аптеке покупаем, приносим. Соцработники не только оказывают жизненно важную помощь своим подопечным, но и делают, возможно, даже что-то большее. Дарят им доброту, тепло и внимание. Альбина Шауа, Анна Гончаренко, Сейд Исмаилов, Архиз, 24.